Хотите сэкономить драгоценное время и деньги? Покупайте керамическую плитку в торговом доме «Сокол». Гибкая ценовая политика, большой выбор и профессионализм продавцов помогут вам сделать покупку комфортной и выгодной. Чем запомнится уходящая среда 17 сентября в программе «Наше время». С вами Юлия Гафарова. Здравствуйте и коротко о главном. Ночной пожар в Сокмарском районе. Увидел пламя и дым. Я крикнул сыну. «Олег, встань! Соседка горит!» В огне погибли пять человек, среди них двое детей. Когда фонтан – зрелище небезопасное. Ехал по трассе, шла вода тихоня, я остановился. Потом сильный поток и разбилась теплая машина. Кто возместит ущерб автомобилисту? Новые хозяева старого здания. У знаменитого долгострою на улице Советской новый собственник. Кто приобрел многоэтажку, какие изменения ждут здания и что скрывают его стены. И мерзнуть осталось недолго, когда в Оренбург вернется тепло. В начале трагедии в Сокмарском районе, в селе Дмитриевка, сегодня ночью в огне погибли пять человек. Среди них дети. Это девочки двух и трех лет. На месте весь день работали оперативные службы и чиновники. Они выясняли причины и все детали случившегося. В экстренном режиме была собрана и комиссия по чрезвычайным ситуациям. Все подробности трагедии у Ольги Патрушевой. Личная страница Алексея Гребенчука в одной из соцсетей. Одна из последних фотографий. Он в окружении красавиц, дочек и друга. Мужчина выложил ее накануне поздно вечером. А через несколько часов все, и еще жена Алексея Мария, были найдены мертвыми в стенах обгоревшего дома. Я встал полтретьего, выпил таблетку. С кухни иду, подхожу к койке. Увидела пламя и дым. Я крикнул сыну, Олег, встань, соседка горит. Полина Ивановна первая, кто заметил ночной пожар. Разбудив сына, она отправила его вызвать спасателей. В этот момент огонь уже полыхал со страшной силой. На его тушение ушло более шести часов. На место прибыло три боевых расчета. На момент прибытия дом был объят полностью пламенем. То есть, поздно было обнаружено пожар. Что стало причиной трагедии, теперь задача для следователей. Они возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Не исключая, дом мог загореться от надворной постройки, где находился отопительный прибор, для поддержания температуры в помещении для домашней птицы. В качестве возможных называют и короткое замыкание, и нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. А вот соседи убеждены, всему виной плохо потушенный мангал. Ведь накануне гребенчуки устроили пикник на заднем дворе. Начался пожар вот с этой стороны. С пристройки? Да, вот отсюда. Если бы у него загорелось внутри, как говорят, от газа, от печки, у них бы сгорели обе избы. То сгорел курятник рядом, сенция и задняя изба. Вот этот вот сосед прибег к казаху, схватил доску, выбил окошко. Давай кричать, кто есть ли живые, открикнитесь. Все, ни звук уже не было. Село Дмитриевка Сахмарского района семья Гребенчук переехала из Бузулука весной этого года. Небольшой дом на улице Преовраженной приобрели на материнский капитал. Ведь через год после Даши у супруга в 2012-м родилась дочь Саша. Затеяли ремонт. Вот только успели ли поменять электропроводку, неизвестно. Между тем, вслед за оперативниками на место выехали областные чиновники. Они заявили, все расходы на похороны берут на себя. Живы родители. У супруги погибшей мамы живут в Бузулуке. У мужа, ее мужа и отца детей родители живут в Оренбурге. Поэтому сейчас будем советоваться родителям по месту похороны. Власть сделает все, чтобы отнестись с должным вниманием к потерпевшим, непосредственно к близким. Этот печальный повод заставил вице-губернатора собрать вместе глав сельских поселений всего Сокмарского района. Интересовался количеством пожарного оборудования и ведут ли чиновники беседу с жителями. Единственное, где этого не было сделано, Чебеньковский сельсовет. Случайно или нет, но злополучная Дмитриевка к нему как раз и относится. Досталось и представителям соцзащиты. Ведь за полгода к новоселам Гребенчук, где два малолетних ребенка, никто с предложением о помощи так и не пришел. Ольга Патрушева, Владимир Семенов, Наше время. И добавлю, что печальная статистика вызвала серьезные опасения чиновников и спасателей. Только в этом году в области произошло больше полутора тысяч пожаров. В огне погибли 117 человек, среди них 11 детей. В большинстве случаев изгорания случаются в сельской местности, где не отработана система оповещения, где нет пожарных машин, где в домах старая электропроводка, а люди зачастую не знают, как вести себя в экстремальных ситуациях. К другим темам. Тепло ушло, но обещало вернуться. Жителям Оренбуржья сегодня пришлось изрядно померзнуть. В некоторых районах области столбик термометра опустился ниже нуля, а в самом областном центре воздух прогрелся до плюс двух градусов. Скептики поспешили попрощаться с летом, однако метеорологи посоветовали не торопиться. Причиной неожиданной стужи стал холодный воздух, пришедший с северных широт. Погостит он над нами, к счастью, недолго. И, если верить прогнозам, уже к выходным уступит место ясной и относительно теплой погоде. Коммунальная авария в Оренбурге. Сегодня на объездной дороге в районе поселка Кушкуль рванула магистральная труба. Стоп воды как следует окатил проезжую часть. Такой водопад пришелся по душе далеко не всем участникам дорожного движения. Один из водителей еще долго не сможет сесть за руль своего автомобиля. Машину побило гравием. Кто взял на себя вину за случившееся и кто компенсирует убытки автомобилисту? Екатерина Киселева с места происшествия. 17 сентября. Одни автолюбители откровенно любовались фонтаном среди белого дня, забившим из-под земли. Другие воспринимали струю как бесплатную мойку. Но есть и те, кому пришлось подсчитывать убытки. Весь салон залило грязью. А машина еще, как она сказать, на гарантии. Новенькому белоснежному УАЗу Патриоту гравием разбилось стекла, покалечило и салон, и кузов. Ехал по трассе, шла вода тихоня, я остановился. Потом сильный поток и разбилось стекло и машина. Грязь, спецок, все это полетело. Устранить аварию тепловики принялись незамедлительно и подчеркнули. Случившееся не ЧП, а плановое лечение теплотрассы. До начала холодов специалисты отыскивают на трубах слабые места, чтобы их усилить. Проверили, как мы готовы к зиме. Самые узкие места, благодаря данным испытаниям, мы еще раз убеждаемся, где у нас самые узкие места и что нам нужно сделать. В настоящий момент испытания прошли, но при подъеме давления выше 17 килограмм произошел порыв трубопровода. Порыв-то может и плановый, а вот ремонт автомобиля вовсе нет. Впрочем, за служебный УАЗик Александру Оленикову можно не беспокоиться. Теплотрасса застрахована, а инцидент вполне себе страховой случай. Хотя и автолюбителям, и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными в тех местах, где проходит опрессовка. Сейчас ГАИ приедет, составим акт и в установленном порядке, то есть страховая компания возместит полностью весь учерб данной организации на выставление автомобиля. А вот кому действительно придется немного потерпеть, так это жителям поселка Кушкуль. Из строя вышла как раз та труба, которая обеспечивает их горячей водой. Специалисты обещают закончить ремонт завтра к обеду. Ведь куда лучше остаться на сутки без горячей воды, пока относительно тепло, чем без отопления, когда уже холодно. Екатерина Киселева, Дмитрий Журавлев. Наше время. Новые хозяева старого здания. У знаменитого долгостроя в центре Оренбурга появился очередной собственник. Некая фирма «Альфа-3» приобрела права на 12-этажку и собирается ее реконструировать. Впрочем, подобные планы вынашивали уже очень многие бывшие владельцы здания за последние 20 с лишним лет. Между тем, долгострой с каждым годом ветшает и сейчас находится в аварийном состоянии. Об истории и будущем одной из главных архитектурных неудач Оренбурга. Виталий Сапожников. По количеству собственников это бывшие 16, а сейчас 12-этажка бьет любые юридические рекорды. Им распоряжались и государственные, и частные структуры. Вот только от перемены владельцев конечный итог не менялся. Здание, построенное почти 30 лет назад, все эти годы лишь ветшало и приобретало все более непрезентабельный вид. Проблему долгостроя пробовали решать на уровне области, но дальше разговоров дело не пошло. Алексей Андреевич Чернышев, когда пришел на губернаторский пост, он вот об этом здании как раз говорил, что же оно тут торчит посредине площади, не площади, не здание, кому оно нужно, незачем. Давайте мы его снесем. Потом как-то пыл Алексей Андреевич в этом отношении спал, и он уже не стал говорить о том, что снесем, давайте мы будем строить. Журналист Татьяна Юлаева каждый день ходит на работу мимо этой постройки. 20 с лишним лет здание, расположенное в центре города, зияет пустыми глазницами окон, удивляя гостей города. Оно никак не вяжется с окружающими постройками ни высотой, ни архитектурным стилем. Всем мешает оно. Когда праздник здесь проходит, оно тут торчит как бельмо, все время на нем, видите, с праздником повесили плакат. Ну, если оно нужно, можно только для того, чтобы плакат повесить, а так, в общем, оно тут занимает место, абсолютно ему не предназначено. И вот очередной собственник. Некая фирма «Альфа-3», контакты которой сложно найти даже в интернете. Но, по словам главного архитектора Оренбурга Сергея Бринева, руководство фирмы настроено серьезно. Планируется провести экспертизу состояния здания, а после и вовсе реконструировать его. Объект, безусловно, представляет опасность. В связи с этим администрация города обратилась в суд о понуждении собственников, коль уж они определились, наконец, законсервировать объект и обеспечить круглосуточную охрану, и, соответственно, закрыть полностью периметр от проникновения посторонних лиц. Однако пока ни о какой специальной охране и не слышно. Здание превратилось в мекку для разного рода экстремалов и любителей сделать селфи на фоне городских пейзажей. Благо, виды отсюда, с высоты 12 этажа, и впрямь впечатляют. Вообще, судя по всему, в это здание может проникнуть любой желающий. Во всяком случае, наша съемочная группа поднялась беспрепятственно. И, судя по многочисленному мусору, вот тут пустые бутылки и надписи на стенах, мы не первые, кто рискнул. За те годы, что это здание украшает центр города, уже успело родиться, вырасти и обзавестись собственными потомками целое поколение горожан. Многоэтажка стала уже неофициальным символом Оренбурга, а постоянным участником различного рода праздничных торжеств. Мы поинтересовались, каким видят будущее долгостроя простые оренбуржцы. Если в этот долгострой убрать, получилась бы очень хорошая площадь, которой у нас, к сожалению, в городе Оренбурге нет. Развлекательный комплекс какой-нибудь. Да, какой-нибудь еще. Лучше еще для детей построить. Какой-то красивый детский центр. Чтобы было красиво оформлено, чтобы была польза людям. Я думаю, какие-нибудь, может, административные офисные помещения. То есть у нас достаточно дерзких молодых предпринимателей в городе, которым не хватает качественных помещений. Чтобы не планировали разместить в стенах здание, собственники определяться нужно быстрее. Промедление может только погубить здание. И тогда его 30-летняя история закончится совсем уж бесславно. Виталий Сапожников, Вадим Доминов. Наше время. Очередной скандал в области туриндустрии. Компания Оренейр, дочернее предприятие Аэрофлота, подала в суд на туроператора Пегас Туристик. Авиаперевозчик требует взыскать долг в размере 461 миллиона рублей. Как нам объяснили представители Оренбургских авиалиний, этот долг накопился в период с 2007 года по февраль 2014 за счет чартерных рейсов, которые выполняли самолеты Оренейр. Поскольку досудебные меры, направленные на погашение задолженности, не дали положительных результатов 15 сентября 2014 года, Оренбургские авиалинии обратились к международной коммерческой отраженной суд при торгово-промышленной палате Российской Федерации с риском с ПГС Интернешнл Лимитов о взыскании суммы долга. Впрочем, руководство Пегас Туристик заявило, что ничего авиакомпании не должно, объяснив это тем, что сотрудничество с Оренейр прекратили еще в прошлом году. К официальной хронике дня Юрий Берг встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Президент провел встречу с губернаторами 30 регионов страны, победителей недавно прошедших выборов. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, кроме выборной темы, речь шла и о выполнении указов президента. Об итогах встречи пока не сообщается. Надоело уговаривать будут наказывать. Депутаты Оренбургского городского совета предлагают принимать меры административного воздействия к владельцам магазинов, завышающим цены на продукты питания. Об этом сегодня шел разговор на совещании по приоритетным вопросам жизнедеятельности города. В мэрии сегодня работала и наша съемочная группа о том, что предлагают чиновники Юрий Мишенин. На повышение цен есть. Давайте это скажем. Оно есть везде и это фиксируют и на федеральных уровнях. В Оренбурге ежедневно контролируют цены на продукты питания. Регулярно проводят встречи с производителями и продавцами. Уговаривают стоимость не увеличивать. Но, похоже, такие разговоры уже не действуют. Продукты дорожают. Наиболее сильно те, которые не входят в социальную группу товаров. Где-то есть на это объективные причины, а где-то начинает работать обычная жадность. Желание побольше заработать. Депутаты городского совета уверены, такого быть не должно. Только вот на муниципальном уровне повлиять на продавцов и производителей продуктов питания возможностей не очень много. Но они есть. Это вопрос. И аренды есть. С ними тоже можно разговаривать, если они там вульгарничать начинают. У нас тоже есть определенные рычаги тут. Может быть, не для печати. Это вопрос народный контроль, который звучал. Это вопрос и СМИ. И это влияет на них. Они тоже живут в городе. И они не совсем абсолютно потерянные люди. Нельзя говорить о бизнесе. Там очень много в основе своих порядочных и добросовестных людей. По словам главы Оренбурга, очень не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Потому все-таки попытаются с коммерсантами еще раз поговорить. По-хорошему. Если не поймут, тогда уже будут принимать санкции. Если уже люди не понимают, здесь у нас есть какие-то административные ресурсы, которыми мы можем влиять для того, чтобы еще раз говорю, кого-то отрезвить, если кто-то не понимает. Найдем, как воздействовать, если тот, кто не будет слушать. В конце концов, мы защищаем не собственное благополучие, а благополучие людей. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время. Арестовали рекламные конструкции. В Оренбурге идет демонтаж придорожных баннеров, принадлежащих компании «Мегаформат». По словам представителей администрации Оренбурга, у рекламщиков в прошлом году закончился договор на установку и эксплуатацию конструкций. Но они продолжали работу. Кроме того, «Мегаформат» задолжал в бюджет города более 3 миллионов рублей. Суд вынес решение деньги взыскать, но рекламная компания начала процедуру ликвидации. То есть городская казна могла вообще не получить ни копейки. Понимая данные риски, мы в срочном порядке обратились в арбитражный суд с исковым заявлением о возбуждении банкротства и о признании банкротом данного юридического лица. И также в рамках данного заявления нами было заявлено ходатайство на уложение обеспечительных мер в виде ареста на имущество компании и последующего демонтажа. В итоге сегодня конструкции «Мегаформата» начали убирать, ликвидировали баннеры на улице Чкалова. Всего же будет демонтировано 92 рекламных счета. В Оренбурге готовы начать строительство нового перинатального центра. Он появится на территории областной клинической больницы номер 2. Старое здание, где сейчас располагается гинекологическое отделение, снесут. Эту тему сегодня обсуждали в правительстве региона. Как стало известно, новое медицинское учреждение будет рассчитано на 170 мест. Заказчиком выступит госкорпорация Ростехнологии, подрядчик – компания «Лиспромстрой». На строительство центра потратят более 2,5 млрд рублей. Большую часть средств получат из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В настоящее время строительная площадка полностью готова к проведению работ. Новый перинатальный центр планируют открыть в 2016 году. В трудности подключения постановление правительства России упростило процедуру технологического присоединения газовым сетям. Однако жалобы от ориенбуржцев по-прежнему поступают. Только в антимонопольную службу за последний месяц обратились более десятка недовольных абонентов. Они считают, что газовики необоснованно отказали им в подключении. Почему не соблюдаются правила, это и решили сегодня выяснить на общественном совете специалисты УФАС. Ошибки делают и предприниматели при подготовке определенного пакета документов и в действиях. И, соответственно, делают ошибки и газовики, отказывая из-за того, что не совсем правильно подготовлен пакет документов. Соответственно, вот эти проблемы мы сегодня должны обсудить и, естественно, их снять. Напомню, новые правила подключения газа начали действовать еще весной. Согласно им, желающие могут присоединиться к сетям в относительно короткие сроки. Прежде ожидания могли продлиться и несколько лет. Изменения коснулись не только времени, но и стоимости. Она снизилась. Частным лицам придется заплатить от 20 до 50 тысяч рублей. Главное – своевременно обратиться. В развитии этого постановления мы, в принципе, видим нормальные варианты сотрудничества по данным площадкам, так как у нас в области уже порядка 10 лет действует инвестиционная программа «Облгаза». И, соответственно, мы, в принципе, можем создать максимально комфортные условия для таких площадок и даже удешевить стоимость строительства, так как, как правило, будет максимальная часть строиться за счет инвестиционной надбавки. Первый шаг к армейской жизни. Сегодня в лагере Самородова прошел финальный день соревнований из Орницы по Волжье. Военно-спортивную игру открыли в воскресенье. За четыре дня в состязаниях приняли участие команды из 14 регионов страны. Сегодня юным патриотам предстояло основное и самое зрелищное испытание – тактическая игра на местности. За ее ходом наблюдала Яна Корчик. Сегодня у лагеря Самородова было жарко, даже несмотря на очень холодную погоду. Сквозь пронизывающий ветер в полевых условиях юные армейцы рвутся в бой. Тактическая игра на местности – это кульминация Зорницы. Газовая атака. За секунду бойцы одевают противогазы. Тут же на бегу отражают импровизированного противника, стремительно приближаясь к испытанию, от которого юные Рэмбо еле переводят дух. Бег с автоматами, имитация стрельбы, уход от противника. Здесь все, о чем мечтают бравые мальчишки. Однако в камуфлированных рядах есть и хрупкие девушки. Ведь кто, если не они, окажет первую помощь раненому на поле боя? Быстрее! Сложи противоказы! Быстрее! Теперь раненого нужно вынести с места сражений. От финиша участников соревнований отделяет буквально один рывок. Тяжело очень. Что было самое сложное? Ползти. 50 метров. Сказалось бы, очень легко, но очень тяжело. Мы волновались за них, что они наделают ошибок или не прибегут. Что что-то случится, что-то повреждения какие-то будут. Но они прибежали, да, все обошлось. Они живы, здоровы, мы очень рады за них. Тем временем главному испытанию «Зарницы» готовятся и безусловные фавориты этой игры. Оренбургская команда «Спарта». Боевой дух спартанцы поддерживают не только тренировками, но и чувством юмора. Основное событие, тактическая игра, готовы? Конечно, на все 100. Опять первый будем. Сейчас выиграем с фапидом. В твоей команде что можете сказать? Команда просто отличная. Все дружные, все друг друга любим, уважаем. И просто красавчики. Несмотря на то, что в победе каждая команда идет своим путем, девиз у всех один. За Родину! Яна Корчик, Вадим Нечаев, Наше Время. И несколько часов назад завершилась торжественная церемония награждения победителей военной игры «Зарница». В этом году победу одержала Оренбургская команда «Спарта». Первое место региону принесли ребята из Красногвардейского района. Мы безумно рады, что мы победили. Это непредаваемое ощущение. Мы счастливы. Побеждают разные команды Оренбургской области. Вот в этом году это, в общем-то, сельский район. Это обыкновенные деревенские ребята, сельские. Ну вот так их готовили, так они выступали. Что тут сделать? С другой стороны, здесь присутствуют профессиональные кадетские классы, которые побеждали в своих «Зарницах» на уровне региона. Здесь присутствует команда Воткинского кадетского корпуса. Здесь присутствует команда, я вижу, Пензенского кадетского корпуса. Но ребята из села оказались сильнее. Что я могу сказать? Победил сильнейший. На втором месте оказались спортсмены из республики Башкортостан. А вот с третьим местом судьи пока не определились. Кому достанется бронзовая награда, станет известно завтра. Сейчас о спорте. Бухарест принимает участников юниорского первенства Европы под дзюдо. Турнир пройдет в румынской столице с 19 по 21 сентября. За медали соревнований в 16 весовых категориях поборются спортсмены и спортсменки не старше 21 года. В составе нашей национальной сборной в Румынии выступят и представители Оренбургской области Шата Ваниев и Анастасия Коваленко. В четверг и в пятницу в Бухаресте будут разыграны награды в личном зачете 21 сентября в командных соревнованиях. Еще больше свежих новостей из мира спорта у нашего обозревателя Сергея Тыщенко. Новости спорта на телеканале «Регион» здравствуйте. И снова проигрыш. Новотроицкая Носта потерпела пятое поражение в первенстве страны по футболу среди команд второй лиги. Накануне Стальвары встречались в гостях с футбольным клубом «Сызрань-2003» и уступили хозяевам поля со счетом 0-2. Счет матча был открыт на 28-й минуте. Лучший бомбардир «Сызрань» Ренат Баратов вывалился на рандоу с голкипером Новотрачан и без особого труда переиграл Антона Лабутина. Пропустив гол, подопечные Олега Синелобова задвигались более активно и даже организовали несколько острых контратак. Впрочем, ничем запоминающимся они не увенчались. Во втором тайме характер игры не изменился, мяч почти не задерживался в середине поля и опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот. Но «Фортуна» опять же оказалась на стороне «Сызранцев». В середине второго игрового отрезка все тот же Ренат Баратов оформил дубль, поставив точку в матче. В итоге 0-2, Носта терпит очередное поражение. Главный трофей остался в Оренбурге. В областном центре прошел международный турнир по боксу в честь 270-летия губернии и 80-летия региона, Кубок Четырех Столиц. В соревновании по боксу собрали около 50 боксеров из четырех городов. Алматы, Астаны, Казаларды и Оренбурга, которые на турнире представляли 10 сильнейших спортсменов. В финале в итоге встретились команды Оренбурга и Алматы. Представители Казахстана показали отличный бокс, но хозяева ринга были все же сильнее. Оренбургцы выиграли матчевую встречу со счетом 16-13 и завоевали почетный трофей. Поединки за третье место встретились сборные Казаларды и Астаны. Тяжелейшее противостояние завершилось победой последних. Бронзовые медали отправились в Астану. И пока это все новости спорта. До встречи. И напоследок информации об отключениях. Оренбургские тепловые сети сообщают, что с 18 по 20 сентября будет отсутствовать горячее водоснабжение в некоторых домах областного центра. Причина – подготовка к отопительному сезону. Адреса на экране. Телефон горячей линии по теплоснабжению 405-00. И в связи с проведением гидравлических испытаний возможны перебои горячего водоснабжения в Степном поселке. Тепловые сети просят не допускать появления детей вблизи мест, где проводятся работы, и не парковать рядом машины. О возможных утечках можно сообщать по телефону 78 90 30 либо 68 66 40. Таким было наше время сегодня. О событиях четверга завтра расскажет Мереке Ульманов. Всем хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин